В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Жители Ленинского городского округа приняли участие в эколого-патриотической акции «Лес Победы». Я, конечно, посадил дерево в честь одного из своих предков, моего деда, который воевал, дошел до Варшавы. Центр детского творчества «Импульс» отметил очередной юбилей. «Импульс» – это большая, можно сказать, семья и прекрасные педагоги. В поселке Развилка в четвертый раз состоялся кубок Евгения Рылова. Сегодня дети некоторые кандидата выполнили, первые взрослые выполнили. Жители Ленинского городского округа приняли участие в акции «Лес Победы». В рамках эколого-патриотического мероприятия ее участники посадили именные деревья в память о погибших героев, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Вместе со всеми на центральной площадке, расположенной около Виновской школы номер 2 в микрорайоне Зеленой аллеи, работала и наша съемочная группа. Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» проходит в Московской области уже 11-й раз. Каждую весну жители Подмосковья сажают деревья и кустарники в память о героях Великой Отечественной войны. И у каждой семьи они свои. Юлия Чегрова пришла на мероприятие вместе с супругом и двумя детьми. Главное, считает видновчанка, передать память о предках подрастающему поколению. Чтобы привить им заботу к родине, любовь и память о наших воинах, чтобы они всю жизнь хранили ее и потом своими детьми выходили и показывали, что вот они тоже внесли свою лепту. Чтобы потом приходить и смотреть на дерево. Мы хотели посадить и клён, и дуб, два дерева, чтобы с классом ходить и ухаживать за ним. Более 300 жителей микрорайона «Зеленой аллеи» приняли участие в масштабной акции «Лес Победы». Центральной площадкой была выбрана территория около второй школы. Патриотическая составляющая, она очень сильно звучит в сопровождении музыки которой. И это такой, давайте назовем это маленький патриотизмом, потому что это район «Зеленой аллеи». Здесь живет тысяча людей и те деревья, которые они сегодня здесь в том числе сажают. Это благоустройство территории позволит им, может быть, с большей чуткостью смотреть на то, что происходит вокруг. Более ста саженцев дуба, клёна, липы от 4 до 6 метров в высоту. Участники акции бережно посадили на склоне вдоль дороги. На ветвях жители разместили именные таблички. Я, конечно, посадил дерево в честь одного из своих предков, моего деда, который воевал, дошел до Варшавы в кавалерийском своем корпусе и вернулся с ранением домой и орденом мужества. Вот он у меня изображен на потолке. К мероприятию присоединились представители администрации, служб и организации округа, депутаты, сторонники и члены партии «Единая Россия», волонтеры и школьники. Это, в принципе, хорошая история с приобщением детей к труду. То есть мы показываем, что такое посадить дерево, чтобы они прочувствовали это и дальше занимались этой же практикой и деятельностью. Потому что если каждый человек в своей жизни посадит 10-15 деревьев, это будет огромный вклад в озеленение. В муниципалитете акция прошла на 33 площадках. Было высажено более 2000 деревьев и кустарников. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Ученики старших классов Ленинского городского округа приняли участие во всероссийской акции «100 баллов для победы». Она призвана снять эмоциональное напряжение с выпускников, помочь им найти способы преодоления психологических барьеров и вселить уверенность, что получение высоких баллов на ЕГЭ вполне решаемая задача. Максим Козлов побывал на мероприятии. Не в первый раз 11-я Видновская школа предоставляет свой актовый зал для проведения всероссийской акции «100 баллов для победы». Стоит отметить, что это мероприятие проводится уже 9-й год. Оно организовано по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Я пришла сегодня к вам от имени главы Ленинского городского округа Алексей Петрович Спаский меня просил передать всем выпускникам этого года Ленинского городского округа, что мы в вас верим, очень надеемся на вашу победу каждого. Перед будущими выпускниками выступали психологи и преподаватели, ведь акция «100 баллов для победы» направлена на то, чтобы ребята не испытывали эмоционального напряжения на предстоящих экзаменах, поверили в себя, смогли преодолеть психологические барьеры. «Для того, чтобы подойти к экзаменационной сессии в своей самой лучшей и физической, и академической форме, у вас есть все. Биение наших сердец и волнения за вас. Пусть вам помогут на экзамене справиться со своим волнением, и пусть у вас все получится». Но самой ценной частью встречи стало выступление выпускников прошлых лет, причем и в онлайн-режиме. Елена Якимова окончила Видновскую гимназию, сейчас студентка одного из престижных вузов. В прошлом году на экзамене по русскому языку она получила «100 баллов». «Каких-либо репетиторов, дополнительных занятий или обучения в онлайн-школах по русскому языку мне не потребовалось. Я готовилась сама с помощью сборника 36 вариантов «Цибулька» и платформы «Решу.ег». Выпускники прошлого года поделились опытом, хитростями, своими методами подготовки к единому государственному экзамену. И, по мнению преподавателей, именно это живое общение – самое ценное в акции «100 баллов для победы». «Хочется, чтобы дети сдали как можно на более высокие баллы. Увидеть пример других, всех, которые уже сдали, которые смогли. Вот они реальные, вот я могу их потрогать». «Задать им вопросы». «Задать вопросы, да. Они видят, что это реально, что можно достичь 100 баллов». В этом году в Ленинском городском округе будут сдавать выпускные экзамены более тысячи человек. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Центр детского творчества «Импульс» отметил очередной юбилей. Уже 35 лет здесь помогают развивать таланты видновским мальчишкам и девчонкам. Танцы, художественное и декоративно-прикладное творчество, журналистика, театр, шахматы – есть кружки на любой вкус. О празднике в честь дня рождения учреждения расскажет наш корреспондент Екатерина Борисова. Все началось в далеком 1988 году. В детско-подростковом клубе, как он тогда назывался, работали всего два кружка. За 35 лет «Импульс» обзавелся множеством филиалов и значительно вырос во всех смыслах этого слова. Сейчас это 48 объединений, 3700 учеников и более 50 педагогов. За эти годы Центр детского творчества неоднократно входил в сотню лучших организаций дополнительного образования России. Вот сейчас мы выросли, раз нас так много, значит, Центр наш стал очень значимым, популярным, востребованным, желанным и педагогами, и детьми, и родителями. Художественное слово, вокал, хореография, театрально-цирковое искусство, декоративно-прикладное и художественное творчество, медиа и шахматы. Каждый находит в «Импульсе» что-то себе по душе. Многие ребята посещают несколько направлений одновременно. Я занимаюсь танцами и рисованием в «Импульсе». Мне очень нравится заниматься, потому что в будущем я хочу как-то это применить, может пойти учиться, работать, что-то с этим связано. Очень это все здорово, учиться чему-то новому с такими прекрасными преподавателями. Мы занимались там и рисованием, и танцами, и ходили на бисероплетение, ходили на вокал. Очень благодарна эта организация, она развивает детей. Нам очень нравится, это большой вклад в детей. Спасибо Нине Владимировне, что она создала такую организацию. На праздник в честь 35-летия любимого центра творчества в кинотеатр «Искра» приехало множество гостей. Педагоги, ученики и их родители, представители образовательных и культурных учреждений муниципалитета, администрации и духовенства. «Импульс» – это такой бренд Ленинского городского округа. «Импульс» – это институт искусств города Видное. И ни один родитель, и ни один воспитанник в этом точно не сомневается. Очень важно, что люди нашли свое призвание в жизнь. Ведь как часто бывает, человек то в одном себя пробует, то в другом. Но вот здесь мы видим пример того, как люди самоотверженно служат, не работают именно, а служат тому великому делу, которое они избрали – делу воспитания детей. Все своей деятельностью они способствуют тому, чтобы в каждом ребенке зажглась та искра творчества. Каждый ребенок поверил в свой талант и смог его реализовать. «Импульс» подарил мне возможность вернуться в свое детство. Практически я занимаюсь здесь тем, чем увлекался когда-то в детстве. То есть кукольный театр и изобразительное искусство – это то, что мне очень близко. И получилось так, что «Импульс» дал мне возможность этим и заниматься всю жизнь. Я люблю свою работу и люблю «Импульс». Мне очень сильно нравится. «Импульс» – это большая, можно сказать, семья и прекрасные педагоги. Гостей праздника ждал грандиозный концерт, где выступили лучшие воспитанники Центра детского творчества. С днем рождения, «Импульс». В поселке Развилка в четвертый раз состоялся кубок Евгения Рылова. В бассейн «Дельфин» съехались лучшие юные пловцы из нескольких муниципалитетов. И в течение двух дней выявляли сильнейших. Подробнее у Дмитрия книги. В течение двух дней в бассейне «Дельфин» поселка «Развилка» проходил ставший уже традиционным кубок Евгения Рылова. На этот раз соревнования получили статус региональных. Побороться за кубок приехали мальчики и девочки из шести муниципалитетов Подмосковья. Сегодня дети некоторые кандидата выполнили, первые взрослые выполнили. Это многое значит. И потом прикоснуться, поговорить с олимпийским чемпионом, двукратным олимпийским чемпионом, для детей это много стоит. В заплывах участвовали 106 юных спортсменов 2009-2012 годов рождения. Проявить себя можно было в эстафете, в плавании на спине, батерфляе и в вольном стиле. Лучших выявляли как в личном зачете, так и в командном. Кроме того, у подрастающего поколения спортсменов была возможность пообщаться с олимпийским чемпионом Евгением Рыловым. Мне надо направлять юные дарования и направлять, что в принципе любой старт это развитие и детям это необходимо. Также это очень интересно и их родителям, которым хочется посмотреть, как дети их выступают. Ну и развитие непосредственно для тренировок, которые с большим количеством стартов могут делать больше анализа. В качестве почетного гостя соревнование посетил заслуженный мастер спорта СССР, председатель общественного совета старейшин Всероссийской Федерации плавания Виктор Мазанов. Это большой фестиваль плавания в Московской области. Я буду стараться об этих соревнованиях рассказать. И общественности на своем сайте у нас есть такой совет старейшин, где мы будем информировать людей о проведении подобных соревнований и даже в других регионах в честь известных российских плавцов. Воспитанники бассейна «Дельфин» серьезно готовились к состязаниям и упорно тренировались. Возможно, среди них есть будущие звезды плавания. А присутствие на заплывах Евгения Рылова добавляло ответственности. Для меня это гордость, потому что наш бассейн славится этим. Я хочу равняться на него. Я выполнила норматив мастера спорта, участвовала в первенстве России, заняла второе место на первенстве ЦФО. Дальше работаю. По итогам двух дней соревнований лучшие плавцы были награждены медалями, а командный зачет и главный кубок выиграла команда из Ленинского округа. Вторыми стали спортсмены Серпухова, а третье место занял Воскресенск. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин